Есть много острых вопросов, которые решить в одиночку практически невозможно. Это касается не только образовательных учреждений, но и положения в спортивных школах, доступности медицинского обслуживания, питания для наших детей. Все в свои руки и под свой контроль взяли неравнодушные родители и создали городской родительский комитет. А за основу своей деятельности приняли программу возрождения семьи. Именно вопросы воспитания, образования и здоровья. Чем занимаются родители на каникулах? Ответы в программе «Полезное утро» на канале ИХ-24. В студии Наталья Шульга. Здравствуйте! Гость в студии Елена Майко, председатель Родительского союза Севастопольской региональной общественной организации «Берегиня». Доброе утро! Добрый день! Елена, вам не говорят, но остановись уже. Мама, жена дорогая, закончился учебный год, пора отдохнуть, спать, вставать не спеша. А вы все в работе, вы все в порыве. Что вот невозможно остановить эту машину, которая начала движение? Ну, так и есть. Просто есть мотиватор, главное, дети, которые требуют внимания, и которым нужно создавать условия для их развития, а заодно и развиваться самостоятельно. Получается это или нет? Получается, и, конечно же, усилий требуют немалых, потому что в первую очередь нужно работать над собой. А это интересный процесс, трудоемкий. А что, не предполагаете отдых на летних каникулах? Ну, конечно, нет. У нас в июне проходит стажировка для родителей и для экспертов, психологов, педагогов, может быть, кто захочет, по информационной безопасности. Эта стажировка будет проходить в формате вебинаров. Для студентов она вообще проходит без оплаты. А так цена символическая. Для того, чтобы мы смогли помогать городу сохранять чистую информационную среду. Это очень важно для нормального развития детей. То есть, если три месяца для детей – это отдых, а для родителей – это активная пора действий. Самосовершенствование, да. Так и есть. Я знаю, что скоро состоится круглый стол на тему «Детство без табака». Он инициирован вашей организацией, городским родительским комитетом совместно с Центром профилактики. Какие вопросы будете поднимать? Да, действительно, Центр медицинской профилактики очень активно работает. И поддержали нашу инициативу, собрали круглый стол сейчас. Там будут присутствовать… Он будет межрегиональный. То есть, это будет прямая конференц-связь с городом Череповец, с психиатрической клиникой. Заведующий детским отделением Юрий Фанасьев будет докладывать по видам, разным механическим видам зависимости. «Детство без табака» – это тема для того, чтобы мы задумывались, какие действительно меры и насколько они эффективны для того, чтобы дети могли расти в здоровой среде. Потому что нужно начинать с себя. Какой мы пример им показываем? Если ребенок идет и видит везде на улице люди курят, и видит ребенок, что курят, допустим, беременные женщины, то для него это становится нормой, потому что никто этим не делает замечания, этой молодой женщине. Никакой ответственности за это не несет. Поэтому мы пригласили на круглый стол депутатов ЗАГСобрания, для того, чтобы мы смогли выработать какую-то позицию, может быть, законодательные инициативы, для того, чтобы была административная ответственность таким поступком. И второй момент – понять все-таки, есть ли у нас общественные места, где курить запрещено. То есть мне говорят, что есть пляжи, как общественное место. Но на пляжах ты приходишь вздохнуть морской воздух, а в итоге вдыхаешь разноплановые ароматы сигарет. И тебе предлагают курильщики, а вы передвиньтесь. И вы представляете, с цыганским табором, из шести человек, всей дружной семьей, мы должны двигаться по пляжу, и сколько это может длиться. То есть не они придерживаются законодательной базы, а именно тем, кому мешают уйти в сторону. А знаете, курильщики мне аргументируют, при том, что некоторые юристы даже аргументируют, что это же нарушение наших прав. На что я могу сказать, дорогие товарищи курильщики? Мы руководствуемся природой и целесообразностью. То есть если в природе человек родился трезвым и не курящим, значит, это норма, которая заложена природой. Все остальное не является нормой. Тем более все уже знают, мы на круглом столе, надеюсь, не будем говорить о вреде курения. Это понятно и так. Если это норма, то все остальное не норма. Пожалуйста, прячьтесь. Если мы не закрепим это законодательство, ваше халатное поведение по отношению к детям, то есть курение везде, то тогда будет такой посыл, что курите так, чтобы вас не видели некурящие, особенно дети. То есть где-то спрячьтесь, это ваш выбор, вы взрослые люди, я не собираюсь никого учить. Ну, просьба такая. Сделайте так, чтобы мы просто вас не видели и не слышали этот запах сигарет. Особенно, когда ты идешь, и впереди тебя просто идут молодые люди, и ты идешь в шлейф дыма. Елена, вы выходите с какой-то программой, и чего вы ждете от чиновников, от депутатов законодательного собрания? Поддержки? Вам не говорят, что эта тема заезженная. Об этом говорят буквально из каждого радиоэфира, телеэфира. Заезженная. И поэтому я считаю, что нужно какие-то новые инструменты искать, для того, чтобы эта тема не была заезженная, а была эффективной. Потому что, ну, давайте подумаем, почему ребенок тянется к сигарете? Ну, от скуки. Интерес. Ну, интерес попробовать. Но бывает, что попробовал и бросил, а бывает, что вовлекся в компанию. Ведь, знаете, я... Вот любое анти-табачное, анти-что-то движение, да, подразумевает, что ты делаешь повторную рекламу тому, что ты хочешь запретить, или против чего ты выступаешь. То есть нужно выступать за что-то. Посыл должен быть такой. Нам некогда этим, нам некогда курить. У нас есть интерес, нас ждут великие дела, интересные мероприятия, дела. Некоторые девушки курят для красоты. А как я смотрю, сигареты, красивая ли у меня рука? Некоторые курят с целью похудеть, опять-таки ошибаясь в том, что это действительно как средство и способ для похудения. Предполагаю, что это недостаток знаний просто. Может быть, для некоторых действительно какая-то вот пару встреч в такой душевной обстановке, да, и объяснить, что это не достигнет эффекта. Хорошо, Елена. Мы, взрослые, чем можем помочь? Мы не выглядим, как опять-таки родители, которые со своими назиданиями, со своими лекциями. Может быть, здесь стоит пригласить волонтеров. Вот, например, волонтеры, медики рассказывают о СПИДе. То есть это подростки рассказывают подросткам об этом явлении, заболевании, что может случиться. В свое время подростки могут задать волонтерам вопросы, которые они не зададут взрослому человеку. Может быть, и тут стоит подумать. Вот здесь бы я подумала трижды пускать с такой темой, о которой вы сказали. Это тема, наверное, отдельной передачи. И я здесь, наверное, сейчас даже не хочу комментировать, потому что это очень сложная тема на самом деле. Тем более подросткам к подросткам с этой темой. А вот по поводу курения скажу, что действительно молодежь, отличная просто идея, она может показать пример, что, ребят, мы заняты вот такими делами, у нас получаем, у нас и волонтерское движение, мы делаем такие столько добрых дел, полезных. Подключайтесь, мы можем разрабатывать вместе с вами какие-то программы, мероприятия, проекты. Да даже досуговые мероприятия. А взрослые как могут поучаствовать? Ну, вот посыл, начни с себя. Как вы думаете? Сейчас идет пора отпускных, ой, отпускных, выпускных. Выпускных праздников для 11-х классов, для 9-х и для 4-х классов. Вот какой пример показывают родители, когда вместо выбора, допустим, какого-то вылазки на природу или поездки в другой город в честь окончания обучения, может быть, устроена обычная ресторанная посиделка, где в одном зале детвора бегают с аниматорами, а в соседнем зале учитель вместе с родителями и стоят бутылка водки, шимпанское и так дальше. Какой пример мы показываем? Если вы хотите мое мнение, я вообще считаю, что выпускной в 4-м классе он не нужен. Родители, одумайтесь, даже если мы хотим сделать праздник детям, вы знаете, что сейчас процветают, к сожалению, реабилитационные центры, а потом родители выкладывают огромные деньги для того, чтобы своего чада отвадить от наркотиков, от алкоголя, от курения и так дальше. То есть сами же своими руками это все делаем. Показываем пример. Елена, скажите, пожалуйста, вот как важно выяснить эффективность мер по формированию привычек здорового образа жизни? Кто должен подавать пример и кто этим должен заниматься? Знаете, весь ресурс, я считаю, есть, конечно же, у органов государственной власти. И тем более сейчас политика государства такова, что должны привлекаться некоммерческие организации, то есть могут привлекаться и должны, потому что их мероприятия очень душевно проходят и они востребованы, то хотелось бы очень в каждый двор доступную среду для досуга. И вот это именно и есть формирование привычек здорового образа жизни. Плюс к тому городской родительский комитет инициировал мониторинг при поддержке общественной палаты такого направления, как питание. Питание в садиках и в школах. К нам поступил целый ряд обращений о том, что не все довольны питанием. И наша позиция какова? Не найти кого-то и наказать, допустим, а выяснить, как мы можем сообща вместе со школой, вместе с диетологами, с здравоохранением, вместе с теми компаниями, которые готовят пищу для наших детей, посмотреть, что можно сделать для того, чтобы пища была и вкусная, и полезная. Не просто критиковать, а со своими предложениями. Конечно же. У нас есть ряд предложений, которые абсолютно легко внедряются и даже особых затрат не последует за этим. Но нужно сначала выяснить, что это, как происходит это все. И плюс еще к тому, вот очень часто жалобы поступают, что в школьных столовых, ведь дети получают карманы какие-то деньги, в школьных столовых доступно продается всякая, извините, дрянь. То есть эти сладости, чипсы, сухари, какие-то пиццы сомнительного вида, соки, которые соками не являются, то есть вода с сахаром покрашенная. Поэтому это все нужно пересмотреть. И все-таки у нас были классические трехлитровые банки с соками натуральными, это уже ближе к тому, что хотелось бы, чтобы наши дети получали. То есть в этом направлении мы двигаемся. Вы выходите с предложением, вас слышат? Периодически слышат, да. То есть, знаете, директора тех школ, которые... Как правильно, можно? Да. Ну, бытует мнение, что общественники, это такие, знаете, оголтелые, городские сумасшедшие, которые, значит, вот идут и чего-то требуют. Действительно, общественные деятели, они не всегда знают и понимают работы органов госвласти. Но если выйти на диалог, сесть за круглый стол, то мы начинаем понимать и их сложности. Вот. И поэтому, понимая, что, допустим, в Индополошу они не смогут сделать, у них должно быть запланировано на следующий год целый ряд мероприятий и финансирование заложено, да. И, ну, много чего можно было бы сделать сообща полезного, если бы действительно органы некоторой госвласти готовы были бы к диалогу, а не закрывались за своими дверями. Здорово, что Вы приходите с конструктивными предложениями, а не просто с критиками. 1 июня, день защиты детей. Вот в Севастополе как и от кого мы должны защищать своих детей? Как Вы считаете? Очень хороший вопрос. Знаете, у нас есть такая должность. В Севастополе повезло, что ее занимает человек такой, Марина Леонидовна Песчанская. Она действительно стоит на позициях традиционных семейных ценностей и в защиту семьи и детства. Вот. И я вот как-то на досуге подумала о смысле вот этой должности. То есть она же была введена для чего-то. Защита. От кого мы защищаем своих детей? Даже у нас есть такая государственная должность, уполномоченная, целый аппарат работает. И, к сожалению, как бы это ни было прискорбно, должна констатировать факт, что органы опеки где-то могут и помочь, когда им это несложно. Но в сложных ситуациях им лечит сказать так. Вы живете в гараже, у Вас такое стечение обстоятельств, что у Вас нет дома. Давайте мы заберем Вашего ребенка. В детский дом, там еще в дом малютки. Вот. Вы решайте Ваши проблемы, а потом мы Вам отдадим. Так будет проще. Для кого? Не для мамы с детьми, правильно? Поэтому защищать ребенка приходится... И наша организация проводит такую правозащитную деятельность. И, конечно, хотелось бы найти общий язык и сказать, что, ребят, так нельзя. Вот политика государства и политика президента, она озвучивается, что мы должны помочь семье. Но помогать нужно, сохранив семью, в первую очередь, кровную семью. Я знаю и другие случаи, когда кровная мать, она занимается тунеядством, она лечилась несколько раз от наркомании, в психиатрической клинике лежала. И ее почему-то не лишают родительских прав. Не оформляют опеку на бабушку, потому что бабушке нужно будет выплачивать эти деньги. И таких вот... Случайно. Не то, что много, целый ряд есть. И, с другой стороны, понимаете, есть маргинальные семьи, но они, извините, все на учете в органах. И о них знают. А есть обычные семьи, которые действительно попали в тяжелую ситуацию. Слава Богу, у нас есть такие чудесные ребята, вот мы говорим про молодежь, которые... Сердце Севастополя. Волонтеры, которые просто за свой счет, за свое время помогают детям, помогают таким семьям. Поэтому защищать надо действительно от равнодушия, людского равнодушия. Елена, еще такой вопрос. Смотрите, впереди лето. И, казалось бы, вот дети, которые не обзавелись путевками, родители не обзавелись путевками отправить ребенка в оздоровительное учреждение. Ребенок будет, конечно же, дома. А это и развлекательные центры, это и кинотеатры. Вот та ситуация, которая сегодня с торговым центром МОСОН происходит. Вы какого мнения придерживаетесь? Все-таки вы за безопасность детей в таких центрах? Или, опять-таки, это равнодушие к тем детям, которые занимаются в спортивных секциях, родителей, которых выгнали на улицу? Какая ваша позиция? Конечно же, в первую очередь безопасность. И очень хочется, чтобы государство помогло прийти к какому-то решению. Разработано было ряд мер для того, чтобы в максимально короткие сроки устранить препятствия тому, чтобы дети занимались, продолжали заниматься там. А со своей стороны хочу сказать, что детвора летом, ей стоит, конечно, не просто внутри помещений по торговым центрам гулять, а пусть приглашаем ходить с нами в однодневные походы. То есть есть у нас руководитель направления БСТ для школьников, и есть однодневные экскурсии. Вот родитель может просто передать ребенка, и мы с утра и до вечера с ними просто по большой севастопольской тропе прогулочку, а вечером возвращаем обратно. Еще и какие-то школьные предметы осваиваем прямо на месте. Там географию, биологию, ботанику. Вот поэтому приглашаю лучше в походы, чем по развлекательным центрам. Действительно увлекательное предложение. Звоните, телефоны есть на сайте городского родительского комитета Севастополя. А я благодарю вас за интересную беседу и ценную информацию. Спасибо. Напомню, гостем в студии была Елена Майко, председатель Родительского союза Севастопольской региональной общественной организации «Берегиня». Спасибо, что начинаете день с каналом ИКС-24 и программой «Полезное утро». В студии для вас работала Наталья Шульга. Мне остается пожелать всего доброго и до встречи в эфире. Берегите свое здоровье.